И Путин примет участие в церемонии загрузки топлива в турецкую АЭС, но по видеосвязи. То есть, Путин засал и совершенно не хочет ехать в Турцию, потому что Эрдоган сразу арестует и отправит в Гааку. Для Эрдогана это прям золотая жила, что называется. Но Путин тоже не дурак и решил, что он туда не поедет, будет по видеосвязи открывать. Очень это смешно. Глава МВД Турции заявил, что такого понять, как Европа, больше не существует, ну и так далее, и так далее. Что Европа это вагон в поезде Америки, ну и прочее, прочее. То есть, ну, в Европе должны понимать, какие у них по НАТО соратники. Врагов не надо, когда есть такие соратники. Зеленский обратился к Конгрессу Мексики по видеосвязи. Молодец. Это очень хорошо. То есть, прийти лично, да, в каждый парламент и там пообщаться. Это очень здорово. Ну, понятно, что по видеосвязи Зеленский встретился с генсеком НАТО, ну и так далее. Украинская сторона трактует, как знак того, что Альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной. Да не об этом они разговаривают. Речь шла о наступлении. Зеленский приезжал к генсеку Столтенбергу, говорил, слышь, меня по рукам и ногам связали, нихера не дают. Говорят, там, Китай сейчас договорится, давай переговоры, что-то надо делать, помогай, давай. Об этом была речь. И Столтенберг сейчас будет шевелиться, сейчас он будет дергать американского президента, да, с англичанами вести переговоры, понимаешь, что с французами это без толку. И так далее. И с немцами тоже без толку. Поэтому он сейчас новых членов НАТО начнет теребить, да, ну, Финляндию в частности и прочее, прочее, чтобы те тоже участвовали. Ну, и вот Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента Кеннеди, объявил об участии в выборах президента в 24-м году. Помните, я вам совсем недавно что сказал, когда мне спросили, Трамп станет президентом, я говорю, я, кто в праймерис еще будет победит, да, вот вопрос. Тут видите, вот какие кандидаты появляются. Так, и в Киеве произошла вспышка в небе ночью, да, вот НАСА пишут и говорят, да, аппарат НАСА остается на орбите, хотя время его вхождения в атмосферу приближается. Ну, в общем, короче, это не аппарат НАСА. Говорят, что, наверное, это был метеорит или метеор. Ну, чем метеор от метеорита отличать? Метеорит – это тот, который до Земли долетел, а метеорит, который вошел в атмосферу, да, или коснулся ее, прошел там, ну, отрекшетировал, да, как прыгун, да, и полетел дальше. То есть, очень часто большие, особенно болида, входят в атмосферу Земли, ну, она же круглая, да, и проходят, и выходят снова из атмосферы и сваливают. Да, почему? Потому что они, ну, имеют очень большую скорость. Очень большую, 30 километров в секунду-то, запросто. Служба военной разведки и безопасности Нидерландов считает, что Россия в ближайшее время нарастит свой военный потенциал, устранит недостатки в организации вооруженных сил в результате опыта полученного Украины. Или служба разведки и безопасности Нидерландов вообще ничего не понимает, или там купленные люди. Это Советский Союз мог нарастить недостатки, потому что была идеология у Советского Союза, и был ресурс, у Путина нет ни того, ни другого. Кто же будет наращивать что-то, когда все разворовывается в ноль, да, и когда нет никаких ресурсов, остались танки с табуреткой. Кто будет учиться такому военному делу, если они даже спецназовцев отправили, их там всех убили, да? Ну, кто? Вот эти, которые остались без ручек, без ножек, они научились и пойдут, возьмут там, станут киборгами, да, и будут воевать? Ничего этого не будет. Опять пустят мобилизованных, опять их перебьют, опять кинут новых и так далее. Путинцы не научатся воевать. У них нет цели научиться воевать. У них есть цель украсть все. Вот я не понимаю этих разведчиков-безопасников, зачем они это несут. В Швеции вот заявляют, что антенны радиотехнической разведки появились на крышах посольства в Стокгольме. Ну, то есть Путин троллит, запугивает их. Зачем он это делает, вообще непонятно. В Швеции не была стороной НАТО. Да, он ее так запугал, что они решили в НАТО вступить, и он продолжает их запугивать. Самую главную новость сейчас расскажу. Да, неудачная попытка запуска ракеты SpaceX Starship. Да, это та громадная ракета, которая 120 метров, 5000 тонн и так далее. Ну, то есть она взорвалась, упал в Мексиканский залив. Ну, как я и сказал, это небольшая неудача, потому что Маска идет правильным путем, методом проб и ошибок. То есть, если все остальные пытаются работать так, чтобы все рассчитать, чтобы там было все идеально. Да, идеального ничего не бывает. В конце концов, все равно все взорвется, кто-то погибнет и так далее. И Челленджер мы помним, и Волкова Добровольского, и Пацаева помним, да, и как они погибли, задохнулись, и помним Коварова, да, и так далее. То есть, поэтому всегда будут проблемы, и самый лучший метод решения проблем, да, это просто нарабатывать опыт. Маска идет абсолютно правильным путем, да, ну, взорвалась эта ракета, следующая полетит, следующая взорвется, знаешь, следующую запустит и так далее. Пока уже железобетонный не будет летать, как чистый. Так что, но путинцы такую радость получили. Они просто оргазм испытали от того, что у Маска ракета взорвалась, просто безумцы какие-то. У них табуретка даже не летает, а здесь они радуются, что Маск, как они считают, потерпел неудачу. А неудачи не было, просто не было удачи, да. Хотя, может быть, и была удача, то есть, они сейчас разбор полетов сделают, поймут, какие были проблемы, да, и так далее. То есть, там у них перед взлетом, почему на 48 часов отложили, да, потому что клапан, да, у них, ну, первоначально на 48 отложили, клапан у них там что-то не открывался. Ну, видите, значит, этот раз не закрылся. Ну, решат, что ничего, ничего страшного в этом нет. Так что, я что могу сказать? Ракета-старшип обязательно полетит. И как только она начнет летать туда-сюда, как часы, все, человечество изменится, сильно изменится. Потому что, благодаря этой ракете, можно отвезти куда угодно людей. На Марс можно отвезти, можно создать колонию на Луне и так далее. Причем это серьезная такая штуковина, которая может доставить огромное количество грудь. Ким Чен Ын поручил подготовиться к запуску первого северокорейского военного разведывательного спутника. Обратите внимание, Маск тяжелые ракеты закидывает, да, частная компания. Ким Чен Ын, который там в жопе мира, и то хочет в космос. И Вова Путин все запорол нахер. У него был этот космос. На ладони лежал. Маск приезжал в начале 2000-х, просил, да, возможность сотрудничать с так называемым Роскосмосом. Он нафиг похвалить, там жзятку большую не дал. Представляете? Жуть, конечно. Продолжение следует...